Все о собаках. Они необычайно преданы. Когда я в дороге, когда я одна, он всегда меня защищает. В древние времена Чао-Чао жили при китайских храмах. Говорили, что когда Чао-Чао лает, его темная пасть отгоняет злых духов. Если он дергает ногой, ему хочется, чтобы почесали животик. У них грозная репутация, но Дотти думает иначе. Они обладают ярко выраженной манерой поведения, которая немного пугает. Но это такие дети. Потому что эта доброта проявляется в компании родственной души. Мы с Фурманом действительно похожи. Мне кажется, людям больше нравятся те животные, которые обладают одинаковыми с ним чертами характера. Да? Ну, хорошая тренировка важна для любого спортсмена. С другой стороны, Чао-Чао часто считают, что это ниже их достоинства. Обычно это собаки, которым нужно узнать людей, прежде чем они начнут им доверять. Все уважают Чао-Чао из-за их репутации, просто из-за того, как Чао-Чао смотрят, потому что у них очень устрашающий вид. Без сомнения, посторонние считают Фурмана грозным. А на поле Дотти встречается с грозным противником. Ознакомые мне говорили, ты так поглощена тем, что ты делаешь во время игры в гольф, как в 99-м, во время турнира на Биско Дайна Шор, хоть бы попасть. Когда мяч улетел на 132 метра и попал в лунку... Ура! Попала! И обеспечила себе победу, сделав на 19 ударов меньше нормы. Прыгай, прыгай. Но дома, где нет высоких ставок, и Дотти и Фурман знают, что важно. Понимаете? Ему все равно, если я поставила рекорд или проиграла. Он просто знает, когда я прихожу домой, он радуется. Он хочет пойти гулять, он хочет заниматься своими делами. Эй, не время упрямиться. Неудивительно, что Фурман хочет сидеть на месте водителя. Хорошо, поехали. Чао-чао могут быть лидерами. Им нужен сильный хозяин, у которого они бы знали свое место. Но поездка на машинке для игроков в гольф не просто потворство его прихоти. Из-за жары и влажности этот китайский цветок может увянуть. И вы думаете, что прохладный океанский бриз может приободрить эту перегревшуюся собаку? Фурман, подожди! Он хочет побежать. Да, Фур. Но вы вряд ли встретите Чао-чао резвящихся в воде, за исключением, как это ни странно, Фурмана. Беги, Фур, ты хочешь, чтобы тебя катило волной? Морская вода, жуть! Да это здорово! Вы также вряд ли увидите, как Чао-чао возится в песке. Хороший мальчик. Чао-чао считаются очень опрятными, за исключением, конечно, Фурмана. Но откапывать крабов – это грязное дело. Он ни одного не поймал, хватай этого краба. Поле для гольфа, а затем веселое возня у моря, и теперь день с собакой. Мне кажется, что он самая избалованная собака Чао-чао в Америке. Но понимаете, нас он тоже балует. Он напоминает нам, что жизнь не ограничивается только гольфом и работой. Это особенный пес. Пришло время прямо поговорить о заблуждениях в отношении Чао-чао. Итак, они добрые? Мне кажется, существует множество заблуждений относительно Чао-чао. Я слышала, как многие люди говорили, «Это Чао-чао, не подходите к нему». Все сводится к тому, что их считают злыми, агрессивными, антисоциальными. Репутация Чао-чао в 70-х годах была довольно скверной. Все могут рассказать историю о ком-то, у кого жила Чао-чао, которая была, наверное, самой злой собакой в округе. В 70-х и 80-х Чао-чао была одной из самых популярных пород. Но их популярность не принесла этим собакам пользу. В то время, когда все покупали две Чао-чао, чтобы их разводить и заработать много денег, социализация обычно не была частью воспитания этих собак. Хорошая девочка. Заводчица Луис Мартин знает, что Чао-чао нуждаются и заслуживают большего, чем оскорблений и пренебрежения Чао. Чао-чао независимы. Они не слишком дружелюбны. Большинство из них, но это вовсе не означает, что они должны быть агрессивны. Хорошие. Милая девочка. Это не те собаки, что будут всегда следовать за вами, как репей. Другими словами, Чао-чао – это не охотничья собака, которой нравится сидеть у ваших ног. Чао-чао больше похож на кота, который рад вас видеть, а потом уходит и занимается своими делами. Но если Чао-чао будет один слишком долго, он становится крайне недружелюбным. В целом они могут быть очень преданными. Чао-чао добрые и любящие, особенно если вы берете их щенками. Сюда трое маленьких щенков. Луис уже записал этих щенков десяти дней от роду на программу для суперщенков. Режим суперщенков определяется программой, проводившейся в армии США для немецких овчарок, которых тренировали для боевых действий. Суперщенки не превратились в суперсолдат, но они стали более уравновешенными, легче адаптируются и поддаются тренировке, чем их невоспитанные собратья. Умница! И как вы учите десятидневного щенка хорошо себя вести? Первым делом мы поднимаем голову щенка вверх, так же, как все держат маленьких щенков. Затем вы переворачиваете его мир вверх ногами. Я положу тебя на спинку и пощекочу твои маленькие лапки. Затем пощекочем лапки. Перевернем его обратно, но в этот раз мы поставим его на холодную мокрую тряпку для мытья посуды. Быть малышом трудно, но в этом все дело. Мы часто делаем как раз то, что не нравится маленьким щенкам Чаучау. Это испытание для суперщенка на сегодня. Все готово. Безопасное возвращение в коробку показывает щенку, что можно терпеть, когда его недолго тискают, и доверие к человеку сохраняется. Мы приучаем собак к тому, чтобы они позволяли людям себя гладить, подходить, вторгаться в свое пространство и не становились агрессивными. Теперь мы опустим твою голову вниз. Эта дошкольная программа также даст преимущество будущим владельцам. Видишь, вот так. Потому что в конце концов эти щенки будут весить примерно 27 килограммов. Хороший мальчик. И как только эти хорошенькие малыши вырастут и начнут бегать, им будет трудно отказать. Ты хочешь попрощаться? К сожалению, не все Чаучау были такими привилегированными в раннем детстве. Это широкая улыбка, Банджо. Банджо была продуктом тщательной селекции. Проблема, которая привела к дисплазии бедра, когда она стала взрослой, и проблемам личности, когда она была щенком. Она была щенком, попавшим в зоомагазин, в котором я работала 13 лет назад. Ее не водили в школу для собак, и, вероятно, с ней не занимались много, а только давали пищу. Кристина Джонсон боролась с ранними признаками агрессии у Банджо с помощью любви и множества новых впечатлений. И теперь по сравнению с большинством Чау-Чау, Банджо очень дружелюбна. Возраст берет свое. Банджо глухая. У нее ухудшается зрение. К тому же то, что глаза у Чау-Чау посажены глубоко, ограничивает их периферическое зрение. Хорошая девочка. Хорошо, говорит Банджо, давайте начнем занятия. Итак, Чау-Чау от природы не предрасположены к тому, чтобы выступать перед людьми. Но это не потому, что они недостаточно умны, чтобы научиться. Давайте сначала заставим их сесть. Усадите своих собак. Сейчас мы сыграем в музыкальное кресло, как это мы делали раньше. Я хочу, чтобы вы провели собак через обручи, и пусть они прыгнут через перекладины. Если ваша собака не прыгнет, все в порядке. Просто обойдите. Правила гибкие. Это аэробика для Чау-Чау, в конце концов. Хорошо, Бакли. Несложное упражнение помогает Банджо справиться с другой болезнью, дисплазией бедра. Хорошо, побежали. Умеете маршировать? Банджо поднимает лапы. Это помогает ей не набирать вес и поддерживать мышцы в хорошей форме. Раз, два, три, четыре, назад, два, три, Ча-Ча-Чау. Крутись. Тяни. Кристина также дает ей витамины, добавки. И иногда противовоспалительное, чтобы снизить недомогание. Кристина, как вы? Здравствуйте, отлично. А как вы? Рад вас видеть. Я тоже. Визит к доктору Хэнку Витцме подтверждает, что Банджо не очень больно. Хорошо, она неважно себя чувствует, но ей уже 12, и скоро исполнится 13. Да, 13. Хорошо, отлично. Давайте проверим, как у нас дела. Эй, Банджо, как дела, малышка? Дисплазия бедра – самое распространенное ортопедическое заболевание у собак, включая Чао-Чао. Дисплазия бедра возникает, когда тазобедренный сустав ослабевает, и из него выходит верхняя часть бедренной кости. Хорошо, Кристина. Вот рентгеновский снимок бедра Банджо, который мы недавно сделали. Итак, ее рентгеновский снимок показывает, что верхняя часть кости бедра сильно деформирована и выходит из сустава. Из-за слабых суставов на протяжении многих лет у нее произошла дегенерация хряща, и вот здесь развился кальциевый артрит. Это плохая новость. А хорошая новость? Однако, я должен сказать, удивительно, как хорошо она передвигается, учитывая серьезность дисплазии, дегенерации, вот здесь. И это очень хорошо. Рецепт успеха? Не разрешать Чао-Чао отвергать помощь. Хорошая девочка. И всегда делать упражнения. Мне кажется, что, в общем, мы делаем довольно полезное дело. Отлично. Возможно, когда жизнь Банджо началась, многое было против нее. Ты отлично выглядишь, детка. Но в 13 лет оказалось, что Банджо смелая собака. Большое спасибо. Пожалуйста, Кристина. Увидимся в следующем году. Конец первой части. Все о собаках. Часть вторая. Прекрасное животное может стать радостью на всю жизнь. Мне кажется, у Чао-Чао есть определенная доля тщеславия. Но поддержание прекрасной львиной внешности Чао-Чао может стать главным событием. Пэт и Дэйв Фусс – эксперты в том, что касается ухода за шерстью Чао-Чао. Для нас это как дорогое хобби. Но это стоит всех усилий. Кэпер – лучший Чао-Чао. Он выиграл национальный конкурс два раза подряд. А сегодня Салон Дэ Фусс установил оборудование на улице, чтобы подготовить и причесать Кэппера для местной выставки собак. Мне кажется, у него очень хорошие шансы выиграть завтра. Все зависит от того, кто там еще будет. Недавно в этом районе появилась еще одна собака. Но мы ездили туда и сюда и побеждали. И Дэйв сделает все возможное, чтобы Кэппер выиграл. Брызги летят, Кэппер принимает ванну. К счастью, ему не надо мыться полностью все время. Его намочили и намылили, промыли и повторили снова. Весь процесс купания занимает 20 минут. Хорошо, кажется, он чистый. Пока кажется, что не так уж и страшно. Дальше, следующий шаг – это сушка. Пока вы не узнали, сколько времени уходит на то, чтобы высушить Чао-Чао, сверхмощный фен помогает высушить толстую двойную шерсть Чао-Чао. Чао-Чао не готов, пока не высохнет последняя капля. Если оставить их мокрыми, на коже могут появиться участки, чувствительные к перегреву. Весь процесс полтора часа. Быстрее, чем обычно, благодаря солнцу. Теперь мы будем наводить лоск, то есть причесывать его. Сколько нужно расчесок, чтобы привести Чао-Чао в великолепную форму? Это специальная расческа. Три разных расчески, три щетки, четыре пары ножниц, три ножа и хорошая пара рук. Стандарт требует, чтобы шерсть была не тронута, не обрезана, и взрослые самцы должны быть пушистыми и расчесанными. Шерсть действительно разлетается. Ух ты, какой пушистый! Сейчас они линяют. Подшерсток меняется дважды в году, поэтому, когда он вылезает, вам нужно быть внимательными. Вы должны вычесывать его, чтобы начал расти новый. Расчесывание, подрезание, стрижка, вычесывание, ощипывание – полтора часа. Теперь ты выглядишь лучше, Кэпер. Общее время всего три часа. Конечно, домашних Чао-Чао надо только причесывать один или два раза в неделю, а Кэпер – выставочная собака. И в решающий день... Пойдем, малыш! Угадайте, кто выглядит как мистер Америка среди Чао-Чао. Хорошо, Кэпер, время вставать. Просто один последний штрих перед показом. Его привели в порядок вчера, поэтому подготовка его к выставке не займет много времени. Хорошо, вот он! Чао, Белла! Мне кажется, что он выглядит чертовски хорошо. Надеюсь, мы хорошо выступим на показе. Кэпер за мной. Конечно, прическа для Чао-Чао – это всего лишь сахарная глазурь на торте. В конце концов, собаку оценивают по тому, насколько она близка к стандартам породы. И в соответствии важнее всего. Хороший мальчик. Лучший в своей породе Чао-Чао держится гордо, с надменным и величественным видом. Кажется, конкуренция серьезная. Она смотрит на толщину ушей, длину спины, ощупывает его шерсть, проверяет грудную клетку и размеры тела. Ходульная походка Чао-Чао появилась, вероятно, из-за того, чтобы было легче идти по снегу. И Кэпер показал себя хорошо, за исключением ушей. Мне кажется, хочется, чтобы он опустил уши, а он их поднял. Уши Кэппера должны подниматься вверх и наклоняться вперед. Может быть, акустика в комнате плохая. Судья смотрит последний раз и выбирает собаку номер пять. В конце концов, сегодня Кэперу не везет. Из-за ушей. Хоть Кэпер и не выиграл, но во время соревнований он, конечно, выглядел отлично. Эй, Кэпер, пойдем, малыш. Завтра будет другой день, ты понимаешь. Это собачья выставка. Через несколько лет Кэпер перестанет принимать участие в выставках. Лучшее в этом то, что ему не придется купаться. Он хороший мальчик, и мне кажется, когда он состарится, ему, вероятно, захочется отдохнуть и ездить на прогулку на машине, но не обязательно на выставку. Никто точно не знает, сколько существует Чао-Чао, и попытки установить точную дату не удались из-за того, что правящие императоры Китая имели привычку уничтожать все произведения искусства бывшей империи. Но историки могут проследить Чао-Чао до 11 века нашей эры. А некоторые думают, что некоторые скандинавские породы обязаны частью своей родословной Чао-Чао. Чао-Чао появились в западном полушарии примерно в 1780 году, когда в Англии и Франции Восток был в моде. Сначала Чао-Чао выставил лондонский зоопарк, назвав его «дикой собакой Китая». Затем британская королевская семья взяла Чао-Чао к себе. В родном Китае Чао-Чао жилось не так хорошо. Власти во время культурной революции заявили, что собака – это бесполезный предмет, и многие Чао-Чао были уничтожены. Но эта царственная порода продолжает процветать в других странах. Ее больше не считают экзотическим импортом от членов семьи. Шерсть Чао-Чао может встречаться в двух вариантах. Эффектная жесткая шерсть превалирует, и мягкая встречается редко. Цвет может быть рыжим, черным, дымчатым, светло-коричневым и кремовым. И вот что еще нужно знать, если вы говорите о Чао-Чао. Четыре косточки из четырех за верность. Чао-Чао преданы тем, кто этого заслуживает, но стоит раз нарушить их доверие, и они, возможно, перестанут вам доверять навсегда. Три косточки за то, что они отличные сторожа. К тому же они не лают, если только не настроены серьезно. Однако вы должны быть осторожны, если у вас в доме живут другие животные, и Чао-Чао не всегда уживаются с маленькими детьми. Одна косточка за коммуникабельность. Три косточки за здоровье. Чао-Чао могут прожить около 14 лет. Но кроме дисплазии бедра, у Чао-Чао может быть гипотириоз, недостаточность гормонов роста, болезни глаз и сложные роды. Но четыре косточки за внешний вид, хотя вам придется много за ним ухаживать. Нет ничего более потрясающего, чем Чао-Чао в хорошей форме. Детки, хотите выйти? По правде говоря, красоту Чао-Чао можно превзойти только прелестью их щенков. Хорошие детки. Щенкам Чао-Чао, живущим у Луис Мартин, сейчас пять недель, они на пять недель мудрее, и прошли курс для суперщенков. Но это не мешает им быть типичными сорванцами. Что делает плохой большой мальчик, а? Мне кажется, ты на самом деле не хочешь укусить меня за руку. И бегают за уставшими взрослыми. Он говорит, это не смешно. Они ко мне пристают. Фу! Они молоды и жизнерадостные. И Луиза видела, что ее работа с маленькими щенками себя оправдывает. Теперь вы видите результаты тренировки суперщенков. Они намного терпимее к окружающим. И эта будущая выставочная собака спокойно позволяет приводить себя в порядок. Хороший щенок. Умница. Их приучают к разным вещам. Например, что их будут причесывать, что у них будут проверять прикус, что у них будут осматривать язык. Похоже, из этого щенка получится очаровательный взрослый Чао-Чао благодаря его доброжелательному опекуну. Я считаю, я в ответе за этих малышей на всю свою жизнь. С благородной и преданной душой их приятно целовать. Их красота – это просто окружающее их великолепие. Щенков целовать всегда приятно. Это делает Чао-Чао породой, отличной от остальных. Чао-Чао. Субтитры создавал DimaTorzok